Хочешь смотреть ролики на день раньше остальных? Подписывайся на наш Бусти и получай бонусы и эксклюзивный контент от Рарри Брик. Ссылка в описании. В этот новый год Бен интересуется, как много усилий нужно приложить, чтобы сбылась самая заветная Лего-мечта. Оказывается, для этого вовсе не обязательно лететь в другую галактику, потому что желания подписчиков Рарри Брик исполняются прямо в нашем Телеграм-канале. Скорее переходи по ссылке в описании, вступай в наш канал и жми кнопку «Исполнить мечту». Трое самых удачливых участников новогодней акции получат практически любой набор Лего в подарок. И мы не шутим. Бенни достанет твою мечту из любой серии и любой эпохи, даже если за ним придется слетать в другую галактику. Подробные условия розыгрыша читай в Телеграм-канале. Этот выпуск начнем с самого громкого анонса, пожалуй, всего года. Долгожданный коллаб Лего и Фортнайт все-таки состоялся и наделал немало шума. Во-первых, в игру добавили сотни, если не тысячи, новых скинов. Лего-версии получили как классические персонажи сетевого шутера, так и персонажи из сторонних лицензий. И это не говоря об оригинальных образах Лего, которых буквально лопатами выгрузили в игру. Во-вторых, игра обзавелась новым строительным режимом. Мы, конечно, не будем показывать пальцем, что нам напоминает игровой процесс с майнингом ресурсов, крафтингом и строительством, но оставим это на совести разработчиков. И в-третьих, мир виртуальный опять просочился в реальный. С поля битвы к нам выпрыгнула лама. Символичный сувенир раздавали как минимум на одном из анонсов игрового обновления в Японии. О полноценной линейке наборов по игре пока ничего не слышно. Пора признать очевидную вещь. Лего – это корпорация грабителей. И грабят они наши с вами кошельки. Причем делают это самым изощренным способом. Только мы отложили деньги на Ёлку и Оливье, так объявились они. Чуть ли не лучшие наборы этого года. 1 декабря принесло нам целый ураган новинок. Спасает одно. Все эти наборы поступят в продажу в следующем году. Свой бюст, наконец, получил Паучок. Очередное пополнение линейки шлемов и масок теперь может похвастаться и дружелюбным соседом. Правда, мы до сих пор не уверены насчет дизайна модели. Уж слишком много принтов. Теперь узнаем, кто под этой маской. Куда веселее дела обстоят с наборами для юных фанатов. Сразу три новинки подарят ребятишкам новые приключения любимых героев. А ворчаливым 30-летним коллекционерам первую лего-версию классического Электро. Удивительно, но это действительно дебют той самой комиксной версии персонажа в детском конструкторе. Зато Электро поновее найдется в другой новинке. Внезапно анонс этого набора – это мощнейший пинок от маркетологов лего, чтобы бежать и покупать сет с финальной битвой у Статуи Свободы. Оказывается, эти два набора не только стыкуются, но и превращаются в бомбическую версию кульминационной сцены фильма. С виража в список покупок влетает и темная птица Люди Икс. Легендарный самолет команды получил свое второе воплощение в лего спустя ровно 10 лет с релиза предыдущего издания. Эволюция налицо. В этот раз у дизайнеров получилась по-настоящему складная и стильная модель, которую, как говорится, и в игру, и на полку, и хоть куда. А фигурки оставляем на ваш суд. Вы же поделитесь мнением в комментариях, правда? Дизайнеры лего не часто выпускают наборы в стиле абстракционизма. Такие сеты мы уже видели в наборах Дупла, в серии Арт, а теперь и в линейке Марвел. Сейчас мы уверены только в одном. Лишь время покажет, как скоро фанаты смогут по достоинству оценить этот гениальный дизайн, опередивший свое время. 1 января дизайнеры лего единогласно скажут «Поехали!» Видимо, 2024 год объявлен в Дании годом космоса. Иначе, как еще объяснить, просто шквал наборов под новым космическим брендом. Во-первых, под раздачу попали наборы Сити. Тут смешалось все. И футуристические космические корабли в стиле Интерстеллара, и луноходы из американских боевиков, и даже миниатюрные мехи. Эстафету подхватили наборы техник, где происходит все ровно то же самое, но больше, мощнее и дороже. Судя по видео с презентацией наборов, дизайнеры нафаршировали модели игровыми функциями под самые иллюминаторы. И мы вовсе не против такого свежего взгляда. Все лучше, чем очередной сет со строительным краном, самосвалом или мотоциклом. А вот особенно среди космических новинок выделяется набор с механической моделью Солнечной системы. Конечно, всем планетам здесь места не нашлось, но сам концепт стал полной неожиданностью. Хейтеры опять скажут, что Лего присвоила идею, которая десятки раз светилась на площадке IDS. А мы просто подождем первых обзоров. Помимо наборов космических, серия техник принесет в начале следующего года и несколько вполне земных наборов. Мусоровоз, гоночные баги и даже комбайн. Все дружно поедут в магазины игрушек. Как обычно, наборов покрупнее стоит ждать ближе к лету. За месяц до нового года анонсированы уже целых 24 набора из серии Friends. Если кто и купается в лучах любви дизайнеров и фанатов, так это точно подружки из Харт Лейк Сити. Загибаем пальцы. Настоящая лунная база с подружками в скафандрах. Своя ферма со своими козами. Бесподобная подруженская хата Хаус. И, конечно же, символ следующего года. Скрывающий боль круассан. Особый восторг нашей редакции вызвали новинки серии Creator. Десять роскошных сетов уделали любые прошлые модели своим потрясным дизайном. Жираф точно составит конкуренцию Тигру. Мини-набор с грузовиком и вертолетом невзначай отсылает классики. Серии Model Team. А роликовый конек внезапно прокачали розовыми покрышками. Новинка года уходящего, оригинальная серия Dreams, откроет следующий год шестью симпатичными наборами. Среди новинок новые причудливые существа, постройки и, конечно же, транспорт-трансформер. Но дотягивают ли эти наборы до уровня заданного первой волной? Очень ждем ваше мнение в комментариях. Где ты был? Обновилась и линейка по Гарри Поттеру. Из плохих новостей, похоже, дизайнеры в очередной раз перезапускают конструкцию замка. Новые постройки вновь сменили цвет крыш, с зеленого на серый. А в конструкциях ни намека на текущую модульную конструкцию Хогвартса. Но даже это пугает не так сильно, как дизайн новой букли. Живее всех живых серия Speed Champions. Пока что LEGO анонсировала только три сета. Но и этого достаточно, чтобы понять, с чувством вкуса у дизайнеров все по-прежнему в порядке. На полке магазинов зарулит еще один Ford, Audi, а также пополнение в лице пары баварцев. BMW M4 GT3 и M-Gibrid V8. Х5, M50D и X5, M50D. Я запутываюсь в этих индексах. Но для тех, кто считает божественный мотор M-ки недостаточно прекрасным, пара сетов с альтернативной красотой. Серия Ботаники и не думает увядать грозясь огромным букетом роз. В придачу миниатюрная коллекция комнатных растений в горшках. Бабушки такое точно оценят. Наконец, последним анонсом года стала новинка серии IDS. Ретро-камера Polaroid. Пожалуй, единственный важный факт об этом наборе – это его стоимость. Дело в том, что при ценнике в 80 долларов, эта пластмассовая функциональная игрушка стоит ровно столько же, сколько и настоящая камера Polaroid, которая еще и фотографии делать умеет. Конечно, поставить такой набор на полку будет прекрасной идеей. Но мы уверены, что на эту же сумму найдется набор куда интереснее. Свобода выбора, вот за что я люблю жизнь! Но каким бы мощным ни был поток новинок, ему все равно не перевить долгожданные сливы. И одной такой утечке нашлось место в декабре. В сети сперва засветился полный список персонажей новой серии космических коллекционных фигурок. А днем позже показалась и первая мыльная фотография. В этот раз дизайнеры вспомнили и старые классические серии – To The Ice Planet, и Black Tron, и разумеется, Classic Space, и дали волю фантазии. Чего стоит одна только фигурка созвездия Ориона, выполненная из прозрачных деталей. Но какой бы привлекательной ни была грядущая серия, подождать ее придется как минимум до апреля. Сперва еще предстоит собрать все фигурки из 25 серии, которая отправляется в продажу с 1 января. Напомним, за свое счастье снова придется бороться с непрозрачными картонными коробками. Но по-настоящему жирную точку в уходящем году поставили дизайнеры серии IDS. На этой неделе были объявлены результаты рассмотрения первого отбора 2023 года. Напомним, за право быть выпущенным в виде официального набора боролись больше 70 проектов. И вот тебе на. Портальную пушку, космические корабли и даже Шрека опередили... сумерки. И мы вовсе не шутим. Уже забытая всеми мелодрама про оборотней и вампиров получит свой собственный набор. Где-то через полтора года. Мы всей душой надеемся хотя бы на адекватную модель дома, которую будет не стыдно поставить в городскую диораму. Вторым победителем отбора стал ботанический сад. И к нему у нас еще больше вопросов. Если вы смотрели наше предыдущее видео с разбором кандидатов IDS, то наверняка помните, почему мы отбросили эту идею. Все дело в новом наборе серии Фрэнс. Модель той же концепции и очень похожего дизайна вышла в июне этого года. И кто в здравом уме решит выпускать еще один такой же сет в соседней серии? Вероятно, дизайнеры знают что-то, чего точно не знаем мы. И в этом случае мы ждем топовое исполнение фанатской идеи. Вот и все. Вот таким вышел 2023 год в Лего. Ну-ка, сможете вспомнить самые яркие сеты? И какие модели и фигурки запомнились вам сильнее всего? Поделитесь под видео, а мы, быть может, еще соберемся подвести Лего итоги. Это сюрприз, безусловно, но приятный. Подписывайся на Рарри Брик. Мы разбираемся в новостях Лего.